Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Сотников. Это программа «Ключевая фигура». Сегодня в этой роли выступает депутат Думы Югры, директор Центра адаптивного спорта Югры Эдуард Исаков. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Добрый день. Вы достигли вершины и вдруг принимаете решение заняться тренерской работой и работой именно с инвалидами. Обычно спортсмены вашего уровня, они как-то пытаются себя монетизировать. Кто-то открывает фитнес-центры, начинает питание, спортивно выпускать одежду и так далее. Вы пошли совершенно другим путем. В чем были ваши мотивы? Почему вы так поступили? На самом деле, когда я только начал заниматься спортом, именно пауэрлифтингом, может быть, у меня такая мечта и была стать известным, зарабатывать деньги, устанавливать рекорды. Получилось так, что после службы в армии, когда демилизовался, это 1993 год, через месяц после путча в стране был неразбериха. Мы с бывшей республики стали самостоятельными. И придя из армии, оглянувшись, посмотрев вокруг, я увидел, что родители у меня стали безработные. Те друзья, которые занимались спортом, кто-то связал свою деятельность с коммерческими структурами, кто-то с охранными, кто-то начал работать не совсем с заклонными. Потому что все спортсмены начали, спортсмены это энергичные люди, с своим характером. И поэтому тоже желание где-то заработать. И на тот момент в Екатеринбурге много заводов закрывалось, банкротилось, передавалось в частные руки. И поэтому много молодых ребят пошли по разному пути. Мне тогда предложили продолжить службу Федеральной службы охраны Российской Федерации. На тот момент называлось Главное управление охраны Российской Федерации. Я переехал в Сочи и работал в охране президента и высших должностных лиц. И параллельно все время занимался спортом. То есть у меня была мечта с детства стать чемпионом мира, поднять вот эти пресловутые 300 килограмм. На тот момент рекорд был 270 килограмм. Я просто округлил для себя, думаю, а я подниму 300 килограмм. Еще будучи мальчишкой, вот 17-летним в зале своим одноклубником, тогда поделился своей мечтой. Все посмеялись. Кто-то, может, повертел пальцем у виска и сказал, что он там сумасшедший говорит, какие 300 килограмм. Ну вот я шел к своей цели, параллельно занимаясь работой. И в 96-м году я прервал контракт, потому что, опять же, вот этот весь период, он такой был для страны очень тяжелый. У меня муж ждал ребенка с супругой. Я видел, что происходит в стране, переживал, что у меня родители в Екатеринбурге остались. Они так и не смогли какую-то работу отец найти. И отец начал сильно болеть. И приняли решение переехать из Сочи снова в Екатеринбург. Приехав в Екатеринбург, пришел к тем же опять ребятам, с кем когда-то занимался спортом. Увидел, что спорт уже не в моде. Все старались, кто как мог зарабатывать, кормить семью. Я тоже понимал, что мне тоже надо кормить семью. И спорт на тот момент никаким образом не кормил. И 96-й год, я напомню, это первая чеченская компания. И так получилось, что ко мне обратилась мама молодого человека, который пришел, привезли из Чечни, частично парализованного. И обратившись ко мне, она попросила, чтобы я пришел к ней домой, познакомился с сыном, потому что у сына апатия к жизни, он там не хочет ни жить, ничего. И вот, приехав в Югорск, почему Югорск? У меня просто супруга из Югорска. Поэтому так получилось, что из Екатеринбурга я приехал в Югорск. И зашел в квартиру к молодому человеку, увидел лежащего на диване, играющего в приставку Дэнди молодого человека. То есть, да, у него нижние конечности парализованы. И немножко пообщавшись с ним, я увидел, что такого интереса к жизни у парня нет. Конечно, разочарование. То есть, здоровый молодой человек, там 20-летний, получил ранение в позвоночник в Чечне. Приехал домой и как дальше жить, к чему стремиться, он не видел. Начал потихонечку приходить к нему домой. Мы начали делать простые упражнения, которые, как я предполагал, смогут его поднять с постели. И уже в последующем он, я предполагал, что он будет ходить уже в спортивный зал. Ну, ходить как? То есть, мы его пересадили через где-то около полгода прошло, моих занятий дома. Я понял, что дома уже не хватает места для занятий. И когда он стал садиться на коляску, я его родителям запретил, чтобы они к его кровати подносили табуретку там с едой. Чтобы он сам, что ему надо, чтобы он выполнял все простые какие-то движения по квартире бытовые самостоятельно. То есть, захотел кушать, поехал, сел на коляску, поехал на кухню, покушал. Захотел в туалет, поехал в туалет, никуда не в утку, никуда не в хамя. То есть, приучал потихоньку к самостоятельной жизни. У меня были ключи от его квартиры. Я перед тем, как идти сам на тренировку, у меня машин тогда не было, у меня тогда 23 года было. Я иду сам на тренировку, захожу к нему, беру его на руки, молодого человека под 90 кг, спускаю с третьего этажа, сажу на скамейку у подъезда, иду за коляской, спускаю коляску, пересаживаю его со скамейки на коляску и везу его до спортивного комплекса. И вот уже в 97 году я понимал, что такое доступная среда, потому что это очень быстро научиться, просто взять человека с инвалидностью и провести его из одной точки до другой, то есть от места проживания до спортивного комплекса. Буквально за один день такого проезда любой человек поймет все проблемы человека с инвалидностью. Так как я этого молодого человека возил, сам шел через весь город, то наверное меня увидели другие родители, у кого были дети с инвалидностью, у кого-то с серебральным параличем, у кого-то с другими заболеваниями. И ко мне стали обращаться, приходить в спортзал и родители, и взрослые люди с инвалидностью, просив помощь, чтобы я с ними занимался. И все они занимались, как я понимаю, вместе со здоровыми спортсменами? А началось, да, то есть ко мне обращаться стали за просьбой, чтобы я тренировал здоровые спортсмены. У меня тогда группы-то не было, как таковой. Это уже спустя определенное время, мы разговаривали тогда, замглавы города Югорска, Раиза Икеевич Салахова был замглавой, и он мне сам предложил, может все-таки будешь официально работать тренером, раз ты вот так работаешь, то я тебе окажу поддержку. И на самом деле тогда Раиза Икеевич, видать, обладая своеобразной прозрливостью, увидел в этом потенциал, и на самом деле я ему благодарен, что на тот момент, это 97-й год, он тогда мне оказал очень большую поддержку, как раз вот в начале моей работы в таком направлении, и как раз вот проолимпийское движение, оно и начало развиваться уже на таком серьезном уровне с города Югорск в Ханты-Мансийском округе. Здесь был основан уникальный центр спорта инвалидов, он до сих пор единственный в России остается? Нет, на самом деле сейчас в регионах открываются подобные учреждения, но они на основе нашего опыта. Ко мне обращались субъекты Краснодарский край, Красноярский край, Малоненецкий округ, Якутия, и, дай Бог вспомнить, много субъектов обращалось, чтобы мы уже тот наработанный пласт, который есть у нас, чтобы не выдумывать велосипед, мы все документы учредительные отдавал, копии, и такие люди, болеющие вот этим направлением, также стали создавать такие же подобные учреждения. С чего все начиналось? Сколько было тренеров, сколько было спортсменов, какова была база? В 2006 году меня пригласила к себе Наталья Леонидовна Западнова, и мы с ней пообщались. Она знала уже тогда, какая работа проводится в городе Югорске, и предложила мне переехать в город Ханты-Мансийске и начать развивать это движение только на уровне округа. Я принял ее приглашение, и вот мы при ее поддержке начали создавать. На тот момент была какая сложность, не на кого было ориентироваться, подобного в России не было. Были открыты в разных субъектах отделения внутри центров спортивных подготовок, сборных команд того или иного субъекта, были открыты отделения. Или в каких-то субъектах, в спортивных школах были открыты отделения по адаптивному спорту. Но чтобы самостоятельного центра по адаптивному спорту, такого не было. И чтобы открыть такое учреждение, мне потребовалось год согласовывать. То есть все нормативно-правовых базов, все с нуля. Операция не на кого была, и поэтому приходилось все разрабатывать самому. И конечно, это была проведена большая работа, и в 2007 году уже распоряжением губернатора было официально создано это учреждение. Мы начали деятельность с девяти видов спорта, ну и постепенно за более чем... Почти десять лет. Почти, да, почти. Ну, меньше восемь лет уже прошло. Уже, конечно, около сорока видов спорта мы развиваем уже на таком, на высоком уровне. И 50 спортсменов в сборниках у вас есть, как я понимаю, на сегодня, да? У нас, да, в сборную России входит более 50 человек, 63 человека с инвалидностью у нас трудоустроено. В учреждениях, которые ребята с инвалидностью могут получать хорошую зарплату, которую можно прокормить и себя, и семью. И, конечно, та работа, которая была проведена за это время, конечно, большой толчок сделал по реализации права людей с инвалидностью на занятия физической культуры спорта. Прежде всего, на реализацию своего человеческого потенциала. Ну, и разработана эта комплексная модель развития адаптивного спорта, которая предусматривает, первое, это мониторим всех людей, кто приобрел инвалидность, у кого врожденная инвалидность, это работа с родителями, работа с детьми с инвалидностью. И один из этапов, вот уже практически завершающий, это когда человек с инвалидностью уходит из большого спорта, завершив спортивную карьеру, в момент, когда он занимается спортом, мы ему уже предлагаем поступить в тот или иной вуз, с учетом того, что ему больше нравится, где он себя видит, или экономистом, бухгалтером, тренером, еще кем-то. И уже этот человек идет, поступает в вузы, заканчивает, и мы уже его пробуем или тренером, или там специалистом в другом направлении. В Европе, в Америке, для людей с инвалидностью созданы равные возможности, равные возможности трудоустройства, учебы, занятия спортом. У нас это идет к этому, то есть на самом деле Россия движется гигантскими шагами в этом направлении. В спорте уже сделано, я вам скажу, сравнивая с европейскими странами, даже больше, потому что за этот короткий период мы смогли не только догнать ведущие страны, ведущие в паралимпийском движении, но и обогнать. Но до сих пор еще во многих субъектах еще есть проблемы с трудоустройством людей с инвалидностью, с образованием и с реализацией своего потенциала. Даже с банальной недоступной средой тоже. Да, то есть программы эти существуют, они реализуются, но должно пройти какое-то время. И прежде всего должно пройти время для того, чтобы общество приняло людей с инвалидностью, выстраивается работой. Хотелось бы о вашей законотворческой деятельности поговорить. Знаете, я довольно много знаком и работал на выборах с депутатами, с кандидатами, с людьми, которые хотели стать депутатами. Я им всем задавал один и тот же вопрос. Зачем? То есть, зачем ты туда идешь? Ну, там, за исключением отдельных вариаций, все сводилось к тому, что я хочу людям помочь. Хотя, на самом деле, чаще всего люди лукавят, кто-то там преследует, ну, не секрет, преследует интересы предприятия, группы лиц, бизнеса, еще чего-то. Но это не ваш случай, это понятно. И все же, на меня ответ очевиден, но я все же задам этот вопрос. Почему вы туда пошли? Ну, правильно сказать, для вас ответ очевиден. Я вот, как ответить на этот вопрос. 18 лет, работая с людьми с инвалидностью, работая с их родителями, с их близкими, то есть, я не понаслышке знаю те проблемы, которые их окружают, бытовые, социальные проблемы. И я на основании этого опыта знаю, как им помочь и как решить ту или иную проблему. И, приняв решение пойти на выборы, конечно, я стоял, прежде всего, ту цель, что это мне поможет для того, чтобы реализовать те задачи, планы, которые бы способствовали улучшению качества жизни этим людям и их близким. Потому что, на самом деле, решить проблему человека с инвалидностью – это одно, но очень много сопутствующих проблем, которые, я говорю, окружают, прежде всего, близких родственников, которые волею судьбы сопровождают своих детей, близких, родителей. Поэтому я стал депутатом. И, думаю, очень много удалось сделать. Хоть какие-то законодательные инициативы, которые я направлял в Государственную Думу, не прошли, но благодаря тому, что я стал депутатом, у меня это друзья появились, депутаты в Госдуме, которые меня поддерживают. И, на самом деле, сейчас собран в Государственной Думе большой пул депутатов с инвалидностью, которые понимают меня, которые поддерживают меня, а я, в свою очередь, я поддерживаю их. И мы уже там стараемся где-то внести те поправки в закон, которые бы именно позволяли, давали право людей с инвалидностью чувствовать себя равными в нашей стране. – Крайний у меня вопрос. Вы не дали, как в январе покорили пик горы Килиманджаро в компании друзей. Какие вершины у Эдуарда Исакова еще впереди? Как в прямом, так и в переносном смысле. Я не готовился, и я считаю, что на каждом таком мероприятии человек должен готовиться. Если идти на шеститысячник, надо хотя бы преодолеть четырехтысячник, потом пятитысячник, и уже потом на шеститысячник заходить. Что Алексей Андреевич, наверное, тогда слухал, говорит, вон, зайди в интернет, на такой-то сайт там, написано, что это легкий трекинговый маршрут, не требующий специальной подготовки. Я посчитал, думаю, ну ничего, я пройду. И вот пошел. На самом деле, хочу сказать, очень тяжелый маршрут. На самом деле, он требует специальную подготовку. И помимо того, что он физическую подготовку требует очень серьезную, это в день где-то по 12 часов надо идти, идти в гору, и начинаешь от плюс 30 идти, заканчиваешь на вершине минус 15. Еще он требует таких физиологических качеств, там начинается горная болезнь, вот чтобы преодолеть эту горную болезнь, преодолеть себя. Из 12 человек, кто в группе был, смогли преодолеть два человека. И по объективным причинам, на самом деле, просто гора не пустила выше, и все. То есть люди настолько там силы оставили на каждом своем уровне. У кого-то давление поднялось очень высокое, там 190-110, у кого-то там пошли в головокружение, рвотные рефлексы. То есть они и хотели пройти, но просто гора не пустила. После восхождения, конечно, там Алексей Андреевич сейчас уже план вынашивает, покорить семитысячник, не знаю, какой он еще. Ну спросил, пойду или я, я говорю, ну сначала надо посмотреть, что это такое. На самом деле, на самом деле, это супер. Я никогда в горах до этого не был. Но самая большая гора, на которой я была, это гора Фишт в Сочи, там 3200. И то я туда поднимался практически на фуникулере, а так пешком я не поднимался. Это незабываемое впечатление, это красота такая неописуемая. И стоит того, чтобы подняться, проверить себя. На самом деле, после такого восхождения, думаю, что любые горы уже по плечу. Там Алексей Андреевич, это вынашивает план там Аверест покорять. Я, конечно, вот этот не готов точно. Но я считаю, необходимо делать для своего организма такие нагрузки. Они полезны, закаляют характер, и уж необходимо его встрясывать. И эта стряска уже проходит с армейских будней, со спортивных будней. Если хочешь себя где-то проявлять, доказать, то необходимо и в такой обыденной жизни тоже периодически себя тренировать. Вам спасибо большое. Новых вам вершин, новых успехов в профессиональной деятельности. Поздравляем вас с 20-летием Думы окружной. Напомню, что сегодня гостем программы «Ключевая фигура» был депутат Думы игры, руководитель Кружного центра адаптивного спорта Эгвард Исаков. Еще раз вам спасибо. Вам удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин